По данным Центра разминирования спасательного департамента, в прошлом году в нашей стране произошло 8 взрывов, в результате которых пострадали 9 человек. И хотя ежегодно саперы обезвреживают тысячи взрывных устройств, они продолжают угрожать жизни и здоровью людей. До сих пор опасные находки таит в себе земля, на которой 70 лет назад шли бои. Немало обнаруживается и наследие советской армии, покинувшей Эстонию два десятилетия назад. Но и современные взрывчатые вещества и средства составляют значительную часть арсеналов, которые, как это неудивительно, порой хранятся у людей в домах и квартирах. Еще одна причина, что в прошлом году изменился закон, и мы сделали анализ, и что вышло, что половина людей в Эстонии до сих пор боятся от этих взрывчатых веществ. Они думают, что это будет наказано, но все, кто добровольно это отдают, наказывания не будет. Компания продлится с 3 по 16 февраля. Если вы обнаружили, возможно, взрывоопасный предмет или вещество, следует помнить три главных правила. Во-первых, ни в коем случае не прикасаться к подозрительному предмету. Во-вторых, предостеречь всех окружающих о своей находке и не позволить им прикоснуться к данному предмету. И сразу же, в-третьих, сообщить о находке по номеру телефона 112. Интересно было, что мы нашли, или нам сказали, что вышло, мы нашли две почки напальма. Это был для нас такой сюрприз. Иногда очень такие старые вещества и очень большое количество. Там сотнями детонаторов, десятками килограммами взрывчатых веществ и так дальше. Так что, ну, почти и всего было. Спасатели напоминают, что с виду ржавая и покрытая мхом мина, как правило, по-прежнему исправна и может взорваться от малейшего движения или прикосновения. Особенно опасно поднимать или пытаться разобрать взрывное устройство. При возникновении пожара эти предметы взрываются под влиянием высокой температуры, подвергая опасности как людей, находящихся вблизи, так и спасателей, прибывших тушить пожар. Саперы напоминают, что все эти предметы были некогда произведены с единственной целью разрушать окружающий мир и уничтожать людей. Поэтому самым правильным будет избавиться от смертоносных устройств и веществ с помощью профессионалов. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...